и начнем. Добрый день, уважаемые слушатели нашего вебинара. Наш вебинар называется «Виртуальные миры учебного контекста. Как придумать окружение для роликов, заданий и инструкций». И задача у меня сегодня непростая, потому что тема достаточно расплывчатая, ее достаточно сложно скомпоновать в единый целостный материал, но и не рассказать о ней тоже я посчитал неправильным. То есть тема эта сформулировалась по многочисленным моим другим вебинарам, где так или иначе пришлось эту тему затрагивать. Вот, тема эта немного эклектична, то есть состоит из разнородных элементов. Ну, посмотрим, как у нас пойдет. Надеюсь, что у нас получится. И тем не менее, в конце вебинара какое-то целостное восприятие этой темы у нас получится. Начну тему с нескольких иллюстраций. Вот первая иллюстрация. Эту иллюстрацию я подобрал к первому запуску этого вебинара, который состоялся ровно 22 или 21 декабря. И эта картинка, она про то, что в этот день было зимнее солнцестояние. И, следовательно, мы дошли до самого короткого дня. И с этого дня начинается только увеличение. Увеличение дня все больше и больше. Ну, собственно, сегодняшний день проходит через месяц. Вебинар уже, день увеличился почти на час. Или, может быть, даже больше, чем на час. В общем, весна уже скоро. Ну, зачем я это все говорю? Я говорю это за тем, что, собственно, вот эта картинка, это уже в некотором смысле контекст. Тот контекст в данном случае, это такой эмоциональный контекст, с которого я хотел бы начать наш сегодняшний вебинар. Собственно, о самом содержании ничего не говорится, но вы уже получаете какую-то информацию, которая, по идее, если все правильно сделано, должна послужить цели нашего вебинара. Ну, и давайте я теперь покажу еще несколько произведений искусства, а потом мы, собственно, перейдем уже к более таким учебным примерам. Известная картина Серова, девочка с персиками. Ну, собственно, это портрет, да? На портрете что самое главное? Это изображение персонажа. Но обратите внимание, что кроме, собственно, самой девочки, здесь присутствует некий антураж, который очень важен и который, как мы видим, общий для... может быть общим для создания некого настроения, в котором этот портрет выглядит определенным образом. И это положительный контекст, который позволяет изобразить портрет очень привлекательным. Это, во-первых, ну, собственно, стол и какие-то предметы. В данном случае это персики на столе и нож. Это на заднем окне... на заднем плане окно стулья, определенным образом сложенные руки, ну, в данном случае с персиком, но это не обязательно. в полоборота лицо и лицо такое одухотворенное. Ну, вроде бы это частный случай, да? А давайте посмотрим, как этот случай становится более общим. Вот другой портрет, не смейтесь только, да? Это портрет Брежнева в исполнении Таир Салахова. Между прочим, замечательный портрет, на котором генеральный секретарь выглядит по-человечески. Наверное, единственный из его портретов, на котором он выглядит по-человечески. А теперь давайте посмотрим. Тот же стол, примерно так же сложенные руки, предметы, раскиданные по столу, те же два стула, окно, тоже в полоборота лицо и примерно такое же одухотворенное выражение лица. Ну, по крайней мере, задумчивое выражение лица. Этот прием работает. И прием состоит в том, что определенным образом подобран контекст. То есть не сам портрет, да, в данном случае, не сам человек делает свой портрет, а его портрет делает окружение. Тот контекст визуальный, который существует вокруг. Вот это очень важный для нас вывод, потому что у нас в обучении все происходит примерно так же. То есть основные факты, которые мы излагаем, они излагаются не сами по себе, а в каком-то контексте. Сам по себе этот контекст может показаться неважным, но на самом деле он важен точно так же, как вот здесь. Вот стоило посадить вот так же примерно человека, он сразу выглядит определенным образом выигрышным для создания этого портрета. Ну и еще одно известное полотно, явление Христа народу Иванова. Вот здесь мы видим несколько необычную композицию картины, когда основное лицо где-то теряется в контексте. Вроде бы как теряется в контексте. То есть основное лицо, Мессия, вот только приходит к нам, а на переднем плане, собственно, изображен контекст. То есть Иоанн Креститель, апостолы будущие, слева от него четверо, ну и дальше разные персонажи, о каждом из которых много сказано в искусствоведении. Собственно, я хотел бы отметить здесь следующее. То, что контекст и основной объект, они могут... Это не абсолютно... Не некий абсолют. В зависимости от целей ваших контекст, некоторые элементы контекста могут становиться объектами, основными объектами. А так, например, когда мы говорим об этой картине, мы можем поговорить о каждом из персонажей. Здесь нет лишних персонажей, все работают на основное. Ну да, совершенно точно, Евгения. Как раз мы... А вот об этом я не подумал. Замечательно, да? Замечательно совпадение, что как раз мы празднуем Крещение, и вот вам, соответственно, контекстная картинка появилась. Ну да, тут... Так всегда получается, когда говоришь о важных вещах. Контекст сам каким-то образом подбирается. Вот, я хотел бы отметить, что мы вполне можем предусмотреть такую подачу материала, когда последовательно каждый из этих лиц становится объектом, а вся остальная картина будет являться контекстом. Вот. Ну, собственно, даже есть технологии, которые позволяют это сделать. Вот, например, если перед нами гигапиксельная картинка, мы можем наезжать условной камерой на каждого из этих персонажей и крупно говорить о них, при этом имея в виду, что в любой момент можем вернуться в любую часть картины. Ну и некоторые соседние персонажи тоже показаны, чтобы совсем уж контекста не было, не крупную голову кого-то, а все-таки какой-то кусочек картины рядом с персонажем, о котором мы говорим. Вот. Вот здесь это я вам хочу показать, чтобы высказать тезис о том, что контекст и основная основа нашего изложения, они могут меняться в зависимости от того, от цели того, что мы говорим. Ну и пойдем дальше. Ну, собственно, вот основной слайд, скажем так, я этот слайд много где показывал, много в каких вебинарах и курсах, и, собственно, от него и пошло мое понимание того, что надо делать целый вебинар, потому что в одном слайде всего не расскажешь. Собственно, давайте поговорим про учебный контекст. Что такое учебный контекст? Это тот контекст, который в процессе обучения возникает вокруг основной цели объяснения. Вот есть некая цель объяснения, есть объяснение, но объяснение само по себе не абстрактно. Оно строится на каких-то примерах, на каких-то элементах естественного мира, ну и оно содержится какая-то дополнительная информация, чтобы в чистом виде объяснения оно вообще вряд ли может существовать. Ну, разве что доказательства теоремы в математике, где вообще нет ничего лишнего, мы читаем эту теорему, читаем доказательства теоремы и начинаем понимать потихонечку, что там происходит. Но это сложно ведь, да? Это не очень хорошее объяснение, если просто доказательства мы приводим. Вот. Так вот, учебный контекст. Какая одна из главных задач автора учебного контента? Не будем здесь путать слова контент и контекст, хотя они очень похожи, да? Автора учебного контента – это воссоздание адекватного учебного контекста. Адекватного – это значит соответствующего задачам обучения. Ну и давайте это более подробно рассмотрим, что же такое адекватный учебный контекст. Во-первых, он содержится в правильном подборе примеров, и этот правильный подбор примеров достаточно эффективный методический прием. То есть, примеры, собственно, служат нам… Это наш мостик между абстрактным объяснением и реальным миром, который у нас существует. И если примеры подтверждают ту абстракцию, о которой мы говорим, то это служит нашему объяснению лучше, чем что-либо иное. И вот следующий пункт, третий – учебный контекст должен быть компактным, полным и типичным. Очень емкая фраза, на самом деле, в которой есть несколько пунктов. Во-первых, что такое компактный учебный контекст? Это означает, что учебный контекст не содержит лишней информации. Той информации, которая не служит целям объяснения. Лишняя информация, она всегда отвлекает. Ведь в процессе познания, ну или так, более утилитарно, в процессе поглощения вашего учебного контента, учащийся не знает пока еще, что здесь объяснение, что здесь важное, что неважное, что контекст, что основная, что есть основная часть. Он употребляет эту часть, все однородно употребляет, и потом уже в своей картине мира пытается разделить, что здесь контекст, что здесь основное, какой вывод надо сделать из поглощения этого контента. Поэтому все лишнее ему мешает. Он не может понять, для чего вот эта информация дана. Она же ничего не объясняет. Зачем она здесь? Может быть, я что-то не понял? Давайте еще раз посмотрю. Поэтому компактность – это одна из главных требований к учебному контексту. Далее, полным. Это противоположность. То есть первое утверждение – в контексте не должно содержаться чего-либо лишнего. А второе утверждение – все, что важное, должно в нем содержаться. то есть если вы приводите какой-то пример или совокупность примеров, они должны описывать то, что вы хотите полностью, а не частично. Ну и, наконец, типичным. Это означает, что учебный контекст не должен быть таким, который неузнаваем. Лучше всегда привести тот пример, который 100% учеников поймут. Он для них типичен, то есть встречается в жизни. Чем что-то замысловатое, которое, может быть, даже и лучше объясняет. Но люди не поймут его как контекст. То есть у них нет такого контекста. Соответственно, этот пример не работает, этот контекст не работает. Четвертый пункт. Учебный контекст не должен смотреться как учебный. Это парадокс, да, вроде бы. То есть вы немножко должны подыгрывать ученику. Если совсем... Если обучение воспринимается как обучение ничто больше, да, то это немножко скучно. Поэтому учебный контекст должен быть... должен смотреться как боевой, ну, боевой в кавычках, да, не являясь им. То есть вы должны придумать такую ситуацию, такой контекст, который реально встречается в жизни и реально мог бы быть. Но его просто нет, потому что он некий обобщающий пример. И, наконец, учебный контекст должен быть эстетически привлекательным. Ну, в данном случае речь идет о том, что по форме учебный контекст, если он не привлекательный, то он от себя... он является отталкивающим. Разумеется, под эстетически привлекательным я имею в виду не художественное понимание эстетики, а дизайнерское. То есть речь идет не о рюшечках или какой-то особой гармонии, да, а просто о том, чтобы контекст был естественным и, ну, как говорят про дизайн, да, лучший дизайн, которого не видно. То есть это должен быть такой контекст, который воспринимается как... настолько воспринимается как естественным, что вообще бы не воспринимался как контекст, а воспринимался бы как естественное продолжение вашего объяснения. Вот. Ну, теперь немножко эти тезисы покажем на примерах и расширим. Вот приложение, которое я сделал в течение... Это пример учебного контекста. Приложение для смартфона, которое я сделал в течение 15 минут при помощи... интернет-сервиса, которое называется GlideUp. Вот. Приложение... Хорошее приложение я вам рекомендую. И о нем, кстати, речь пойдет в моем курсе, который начинается 15 февраля. О нем в самом конце я расскажу немножко. Вот. И, ну, собственно, что я хотел здесь показать? Я его набросал, конечно, за четверть часа, поэтому здесь есть некое, в том числе, эстетическое несовершенство. Но посмотрите, тут я попытался при помощи этого приложения сделать контентное... При помощи этого сервиса сделать контентное приложение для телефона, в котором поясняю, как работает расписание. Ну, в данном случае, ну, например, расписание вебинаров, да? При этом у меня здесь нет реальных вебинаров, то есть я мог бы привести, например, реальные вебинары из Директ-Академии взять и туда кинуть. Ну, я воссоздал здесь некий фантастический контекст. Кстати, да, я забыл совсем сказать, что когда я применил слово виртуальный, да, я имел в виду в названии сегодняшнего вебинара, я имел в виду создание вот таких вот придуманных миров. Речь не идет о использовании очков в виртуальной реальности или еще о чем-то. Речь идет о том, что придумывая учебный контент, вы придумываете некий виртуальный мир, которого на самом деле не существует. Виртуальный мир с какими-то придуманными примерами, придуманными персонажами и так далее. Вот смотрите, здесь у меня некие придуманные персонажи, они на самом деле реальные, но они все из прошлого, они, конечно, ни при каких условиях не могли бы вести вебинары, но если бы были живы, то в принципе они бы примерно на эту тему может быть могли бы прочитать вебинары или лекцию или еще что-то. Это, ну, здесь великие педагоги, Макаренко и другие. Вот, я придумал им какие-то названия вебинаров, придумал несуществующие даты, в которые будут эти вебинары проводиться, придумал анонсы, тоже не из головы, а просто взял высказывание данного человека, как-то его положил. Вот, и все это контекст, я не про это хотел рассказывать, да, я хотел рассказать про то, как делать расписание в приложении Glide, да, но для того, чтобы воссоздать какое-то возможное расписание, я вот придумал вот таких вот персонажей и придумал те вебинары и даты, на которых они могут действовать. По-хорошему, тут, конечно, лучше было бы еще оформить его получше, ну, еще раз, я это сделал за 15 минут, поэтому, да, тут предложение есть, кого еще можно включить. Да, но я тут все-таки не философов брал, а именно великих педагогов. Вот. Вот, то есть, вот здесь придуман некий виртуальный мир, в котором, собственно, и основная идея крутится. То есть, объяснение основано на неком виртуальном мире, реально несуществующем, но очень похожем на реальность, потому что, ну, есть тут некие завязки с реальностью, да. И тут же хотел бы отметить, что, почему я это смог сделать за 15 минут? Ну, потому что путь к правильному оформлению контекста это использование шаблонов. Это один из путей, но один из магистральных путей. И GlideApps, он как раз позволяет использовать шаблоны. Вот, все, что я сделал, это разобрался, как это структурно работает, и создал вот такую вот Google-табличку, которую вы видите перед собой. Эта Google-табличка считывается приложением, и, не приложением, а сервисом GlideApps, и превращается в приложение, которое уже можно скачать на телефон. Можно пользоваться как на большом экране, на большом компьютере, так и на телефоне. Можете, кстати, попробовать по вот этой вот ссылке перейти. Да, я совсем забыл, что приложение можно скачать. Так, я запутался. Мою презентацию можно скачать и пользоваться теми ссылками, которые здесь есть. Так, сейчас я посмотрю, есть ли какие-то вопросы. Нет вопросов. Нет. Так, тогда продолжим. Есть еще один нюанс. Когда я провожу Ладно, Игорь, разберемся. есть некий принцип основной информации. Вот этот принцип, который я обычно объясняю тогда, когда речь идет о концепции объяснения. Вот, ну, сегодня тоже немножко об этом поговорим. Что такое принцип выделения основной информации? очень хорошо это видно на примере учебных роликов. И принцип, это дидактический принцип, дидактический принцип выделения основной информации состоит в том, что вы выделяете тот объект, который необходим для объяснения, а остальные объекты каким-то образом затушевываете. Принцип выделения основной информации работает как в пространстве, так и во времени. Ну, вот, во времени я здесь показал, как он работает. Необходимые процессы, они идут не всегда в том времени, в котором нам надо. Например, если мы объясняем, как производится выстрел, сам выстрел происходит гораздо быстрее, чем то, что чем надо объяснять нам. Вот, если мы просто снимем выстрел один к одному, то мы ничего не увидим. Поэтому мы вынуждены делать убыстренную съемку, а потом в замедленном режиме показывать. И наоборот, если нам надо показать, как прорастает росток, мы делаем замедленную съемку, потом показываем в убыстренном виде, и тогда видим, как росток прорастает, превращается во взрослое растение. Вот, это что касается времени. Но то же самое может быть и в пространстве. В пространстве мы обычно используем приемы наведение камеры на основной объект, затушевывание контекста при использовании различных выносок объясняющих и так далее. И вот давайте я вам сейчас покажу. А, да, перед тем, как показать, я хотел бы еще вам показать в пространстве, как это все работает. Вот еще одна пространственная картинка, где два важных элемента. Это картина Брейгеля, которая называется «Битва Масленицы и Поста». Вот конкретно тут персонаж Масленица под номером один, а персонаж Пост под номером два. И мы видим, какое огромное количество контекста здесь используется. Собственно, если показывать здесь, фиксировать внимание на одном или на только на двух этих персонажах, то ничего и не покажешь, потому что вся картина является одновременно и контекстом, и основным. То есть почти любой персонаж здесь является, ну, они не совсем не совсем уж так уж равнозначны, да, но в данном случае и контекст, и основная мысль, они распределены по всему пространству, и необходимо постоянно переходить от одного образа к другому для того, чтобы объяснить все, что здесь происходит. Вот, и в пространстве мы часто применяем вот такой вот прием для объяснения. мы вот здесь сразу несколько приемов приведено, как работать с контекстом и с основной информацией. Во-первых, основная информация здесь сейчас пункт меню, который называется кандидаты, да, объяснение текущее, что надо перемотать страницу до раздела кандидаты. Здесь применяется сразу три приема. это наведение условной камеры на наш объект, это прожектор и это указывающая стрелочка. Но, тем не менее, смотрите, мы сразу три приема применили для объяснения, для объекта объяснения. Тем не менее, смотрите, контекст тоже важен, потому что мы его совсем не убрали, мы его затушевали немножко, но совсем не убрали. Мы же могли бы совсем заблурить, и все. Но он важен, потому что любой элемент интерфейса, он существует в каком-то окружении. И не показывать это окружение, даже выделяя его, это неправильно. Поэтому, используя такие приемы, надо придерживаться баланса между выделением и все-таки оставлением какой-то информации о контексте. вот. Кстати, я хотел бы вот это немножко сильнее проиллюстрировать конкретным примером, с которым я столкнулся. Этот ролик я сделал в мае 2019 года для участия нашей Директ-Академии в Вики-премии, номинации на Вики-премию 2019. Возникала необходимость пояснить нашим сторонникам, чтобы они пришли и проголосовали за нас на определенной Вики-странице. Но, к сожалению, кто знает, на Вики-странице созданы так, что надо приходить и их править, ну, практически править код, да, чтобы поставить свою фразу какую-то за или против. Вот. Это сложно для многих людей, которые с Вики-проектами не связаны. Поэтому мы сделали учебный ролик, как это сделать. И вот тут я хотел бы отметить, как существует информация, когда на ней не... соотношение контекста и основной информации в первичном ролике, который не был подвергнут обработке с целью выделения основной информации, и в конечном ролике. И сейчас я постараюсь вам это воспроизвести. Одну минутку. Вот такой ролик у нас получился в начале. Я его запускаю. Вот. И сейчас я ничего не поясняю. Это просто исходный ролик, в котором нет никаких пояснений. Я думаю, что скоро вы поймете, что здесь не все так понятно. То есть, здесь проделаны все правильные действия, но без некого такого уже глубокого понимания, что здесь происходит, первоначального, трудно понять на самом деле, что же тут делается. Этот ролик является исходным для того учебного ролика, который в конце концов получился. Он занимает достаточно мало места, примерно половина, мало времени, примерно полторы минуты. А после вы посмотрите тот ролик, который в результате получился. Вот тут делаются какие-то действия. Они достаточно осмыслены. В принципе, понять можно, если этот ролик несколько раз просмотреть, а потом прийти на эту страницу и попытаться то же самое сделать. Но, собственно, здесь не содержится объясняющая информация и не содержится некая основная информация, которую вообще необходимо знать. То есть, зачем это делается, не совсем понятно. Ну вот, ролик подходит к концу. и давайте я теперь покажу ролик, который получился. Он почти в два с половиной раза длиннее из-за того, что необходимо использовать объясняющую информацию. А объясняющая информация, как правило, на остановленном кадре происходит. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, введение просто. Для чего это нам надо? вводный текст, объясняющий, для чего нам нужен этот ролик. Ну, вот сразу несколько приемов объяснения. информация о том, где адрес указан, откуда его взять. То есть, конкретная информация к действию уже. Можно просто садиться и делать то же самое параллельно. контекст при этом всегда остается. То есть, мы представляем, где это на странице находится, потому что мы никогда не уходим в объяснение конкретного элемента с головой. То есть, всегда существует какой-то контекст, где понятно, что делать. Что именно в нем это надо делать в этом контексте. в этом контексте. Объяснения тут, на мой взгляд, достаточно подробные и понятные, но, конечно, эти объяснения, если бы не существовало бы контекста вокруг, они бы мало чего стоили бы, потому что ведь непонятно, где это все находится. Я хотел бы отметить, что все это сделано достаточно скромными средствами, то есть эти средства доступны любому преподавателю. Это не какой-то супер дорогой ролик, это ролик, который сделан там в течение 3 часов примерно. Ну ладно, примерно понятно, что здесь происходит. Давайте не буду остановить этот ролик и вернемся к нашей презентации. Я часто, когда говорю про объяснения, использую вот такой пример, такой скетч. Его придумал Олег Кимаев из Смыслотеки, и вот ссылка, по которой вы можете не только посмотреть этот скетч, но и почитать тот текст, который тут приведен. И смысл тут вот какой, что такое объяснение, что есть картина мира преподавателя, то есть есть некий смысл, то есть вот какая-то идея, да, она некая аморфная, конкретная, да, видите, она нарисована зелененьким снизу. Вот, потом есть картина мира преподавателя и картина мира ученика. Для того, чтобы картину мира преподавателя, то есть сначала должен понять преподаватель этот смысл, да, для этого этот смысл должен преобразоваться. Он должен каким-то, как ключ в замочек, войти в картину мира преподавателя. Для этого вот это вот все зеленое соскабливается, оставляется вот такая вот элементик, который... так, извините, тут какие-то вопросы ко мне были, а я их не увидел. В каком приложении вы готовили этот видеофрагмент? Камтазия. И что это за средства? Камтазия еще раз, да, говорю. И какой-то вопрос я вижу тут. Да, все про приложение. Это все средствами Камтазии сделано. Там все вот эти средства, которые здесь показаны, они там стандартными являются. Ну, собственно, это приложение, оно специально для авторов объясняющих роликов создано, поэтому я обычно его рекламирую. Вот. Так вот, смысл только тогда входит в картину мира, когда он в нее входит как ключ-замочек. Но у преподавателя и у студента разные картины мира. Соответственно, объяснение — это есть доведение вот этого смысла до состояния, когда этот смысл может поместиться в картину мира студента. Для этого нужно делать некую дополнительную операцию и преобразование вот этого ключа-замочка к тому, так, чтобы он вошел в чужую картину мира. Ну, где же здесь контекст? Ну, во-первых, контекст — это вот это зеленое, да, вокруг. Вокруг понятие смысл снизу. То есть первоначальная исходная идея, она такова, что она содержит гораздо больше информации, чем то, что помещается в картину мира преподавателя. И если преподавателю удается, ну, то есть он не может ее понять до тех пор, пока он этот контекст не преобразует в какой-то свой контекст, который близок ему. Ну, и, наконец, собственно, само объяснение, оно невозможно без того, чтобы этот смысл был помещен в некий контекст, естественный для картины мира студента. Вот. Вот таким вот образом та же самая картинка, которая поясняет процесс объяснения, она же и объясняет, для чего нужен учебный контекст. Учебный контекст существует в различных видах контента. Один из таких видов контента — это, например, звукоряд. Звукоряд может быть в видеоучебном, может быть отдельно, если это подкаст, например, ну и в разных других формах. А вот тут пример того, как верная форма для письменного контента становится неверной для устного контента. А вот первая фраза, которая хорошо звучит на письме и очень плохо звучит, если попытаться ее озвучивать. А нижние четыре фразы — это то, как следует эту фразу сказать, если мы хотим ее озвучить, например, в ролике или где-то еще. Ну, обычно такие вещи очень хорошо умеют делать на радио, но не только. Вот. Это пример того, как контекст звукоряда влияет на усваиваемость материала. Фразу наверху мы просто не сможем хорошо сказать. Где-то на середине этой фразы у нас воздух кончится, и нам придется резко вздыхать, и это не очень красиво получается. То есть это явно писанная фраза. Это явно... Когда человек в ролике слышит явную писанную фразу, ему становится нехорошо, потому что это неискренне получается. Вот. Поэтому надо переходить совсем к другому звуковому контексту и в нем уже писать свои тексты. Давайте другие форматы. Сценарий, да? Собственно, место, где... Обычно говорят, что если вы хотите сделать хороший ролик, вы должны написать сначала сценарий. Так вот, собственно, самая главная часть этого сценария, она состоит не в том, чтобы, как вот, профессионалы делают раскадровку там и так далее. Это не всегда надо для учебного ролика, хотя, конечно, надо, если это дорогой хороший учебный ролик. Самое главное в сценарии – это продумать контекст. То есть, если вы написали в сценарии что-то, но не продумали учебный контекст, а потом вдруг начали снимать, у вас появилось, например, делаете скринкаст, у вас появилось что-то. Например, вы делаете учебный ролик по системе дистанционного обучения, вошли в нее, хотите объяснить, как делать учебный курс там в СДО, да, и вдруг, ох, тут какие-то сообщения от каких-то студентов или от админов, какой-то недоделанный курс с неправильным названием и так далее. Не продумали контекст, не продумали вот этот виртуальный мир, в котором ваше объяснение должно состояться. А на самом-то деле суть вашего сценария вот в чем. Создайте в СДО ту среду, специальную учебную среду, по которой вы будете делать свой учебный ролик, по которой вы будете строить свое объяснение. И уже на основе этой учебной среды строите свое объяснение. Вам и объяснять будет проще, и понимать людям тоже будет проще. Поэтому, когда мы говорим о сценарии, не обязательно учебного ролика, а вообще о сценарии нашего объяснения в каком-либо, любом контенте, да, нам о контексте прежде всего надо подумать внутри. И сценарий – это как раз то место, то самое место, где о нем надо думать. То есть не в процессе уже объяснения, да, а в процессе подготовки сценария на этапе, первоначальном этапе. Контекст как мизансцена. Ну, собственно, контекст еще можно понимать как мизансцена. Мизансцена в театре – что это такое? Это, собственно, вот то, как построены, поставлены основные актеры. Вот они организуют здесь три основных актера, они стоят в каких-то позах специальных, да, и произнесение ими фраз из пьесы, оно вот на этом фоне существует. Кроме того, существует еще антураж, вот неважные герои, оформление и так далее. Вот относитесь, пожалуйста, к контексту вашего учебного контента. Вот примерно как к мизансцене. То есть к тому, что вы должны создать некую структуру важных и неважных элементов, внутри которой и будет ваше главное, нечто главное происходить. Ну и вот, если уж говорить о контенте как о мизансцене, давайте поговорим о скриншотах и о плохих и хороших примерах. Вот пример плохого скриншота или плохой мизансцены. Пример из моего собственного вебинара. Мне пришлось быстро просить скриншот сделать наших админов. Вот они мне дали такой вот скриншот. Здесь все, кроме названия, здесь и скриншот, и ниже объяснение. Это из моего другого вебинара. Оно касается не сегодняшнего вебинара, а того. Речь шла об объяснении тестового движка, который существует там в нашей ЭБС, например. И мне дали вот такой вот скриншот, на котором название тестов. Демо-тест, картинки, захваст-тест. Вот смотрите, здесь, если бы правильно был организован контекст, надо было бы придумать те названия для тестов, которые бы поясняли что-то, а не те, которые рождают дополнительные информации. Первое, что у меня сделали на вебинаре, это спросили, а что такое захват-тест? Да просто название такое дурное. Вот и все. Плохая мизансцена. Еще один пример плохой мизансцены. Здесь, например, я хотел построить объяснение приложения, как раз приложение Camtasia. Вот. И почему этот сделал скриншот? Почему этот скриншот плохой? Потому что, во-первых, потому что на нем много лишней информации. Например, это скриншот всего экрана. На нем много лишнего, много свободных мест. Снизу показаны приложения, которые у меня используются, которые вообще никакого отношения не имеют к объяснению. В центре показана картинка, которая, ну, вообще говоря, является роликом, но она на себя оттягивает много внимания, а она не является основной здесь. В то же время элементы интерфейса, они какие-то малюсенькие такие, непонятно, что они из себя представляют. А вот хороший контекст или хорошая мизансцена. Вот она. Во-первых, взят все компактизировано, и в приложении убраны свободные места. Во-вторых, взят только тот участок, который нужен нам. Добавлены элементы объяснения, стрелочки и всякие обводки. Справа элемент холста с роликом, он заблурен, потому что в данном случае мы о нем не говорим, нам не надо, чтобы он на себя оттягивал внимание. Ну и все элементы интерфейса видны, которые нужны. А которые не нужны, их сейчас здесь и нет. Вот. Вот это различие между хорошим контекстом визуальным или хорошей мизансценой и плохой мизансценой. Поехали дальше. Но не всегда боевой контекст – это плохо. Бывает в некоторых случаях, что боевой контекст – это тоже хорошо. Вот вам пример. Вот такой вот, он здесь называется онлайн реалити. Сделана компания «Сила медиа». Встреча с двумя хорошими специалистами по визуализации. Называется «Визуализация данных. Государственное финансирование СМИ». Суть этого тоже, в общем-то, учебного видео заключается в том, что как раз ничего не убрано. То есть мы видим чисто боевой процесс. Люди собрались и в течение трех часов сделали какой-то боевой продукт. Ну, в данном случае надо иметь в виду, что много длин нот. То есть для обучения это плохо. Но для ознакомления с боевым процессом это достаточно хорошо. В некоторых случаях это тоже работает. То есть не всегда показ боевого контекста – это плохо. Но в основном почти всегда да. Следующий пример – это про эстетику. Помните, я говорил, что буду немного расшифровывать то, что в том слайде в начале было. Вот пример достаточно эстетического учебного контекста. Эстетически, ну, не то что совершенного, но достаточно хорошего в этом смысле. Это видео лекции молодого лектора Анны Веленской по музыке, музыковедению. Для широкого круга лиц. Это скорее не учебные ролики, а просвещение, просвещенческая деятельность. Ну, я хотел бы привести пример, как там достаточно… Вот пример одной из лекций. Там она говорит и про современную музыку, и про классическую музыку в других своих роликах. Как там эстетически все сделано достаточно хорошо. И как презентации там сделаны эстетически хороши, и как там звуки вплетаются. В общем, мне там достаточно… Ну, не то чтобы мне очень нравятся эти видео, там есть свои нюансы. Да, ну, вот с этой точки зрения достаточно хорошо. Я вам рекомендую посмотреть это как пример эстетически хорошего контекста в обучении. Следующий мой любимый пример – это метафора. Метафора очень хороша в объяснении, но метафора тоже может пострадать от неправильного контента. А вот здесь моя любимая метафора, которую я позаимствовал из ролика Сергея Попова, астрофизика, популяризатора науки. Вот. Собственно, в чем состоит метафора? Слева у нас Солнце, справа куча листьев. Какая может быть между ними связь? Ну, непонятно, да? А связь вот такая, оказывается, что удельное тепловыделение Солнца такое же, как у кучи прелых листьев. Удельное, да? То есть на единицу объема. Мы-то представляем, что Солнце – это огромный, яркий, жаркий шар. На самом деле это не совсем так. То есть Солнце, оно разнородно, у него есть очень горячее ядро, а само-то Солнце размером в миллион, диаметром в миллион километров. И если все это тепло распределить на это пространство, то тепловыделение единицы этого пространства не такое уж высокое. То есть даже не как тепловыделение человека, а в 10 раз меньше, как у кучи прелых листьев. А вот это мы могли бы просто две цифры здесь перевести. Да, вот тепловыделение Солнца такое-то, да? Ну и для сравнения какие-то другие цифры. Но когда мы приводим такую фразу, да еще и снабжаем таким вот рисунком, это становится особенно понятно, да? Понятна парадоксальность того, что мы неправильно думаем немножко о нашем Солнце. Оно такое яркое, такое могучее, потому что оно большое, а не потому что оно в единице пространства очень много выделяет энергии. Вот. Но что же здесь является контекстом? Ну, собственно, вот этот пример, внутри него содержится масса контекста. Можно ведь было это на каком-то другом примере показать, и, возможно, было бы плохо, потому что использование метафор – это очень острый случай. То есть, с одной стороны, метафора – это прекрасное объяснение, и построение объяснений при помощи метафора – это вообще классная вещь. Если вы подбираете хорошую метафору, то объяснение у вас удалось. Но вы можете подобрать плохую метафору. Вы можете подобрать такую метафору, которая в вашей картине мира, да, или в вашем контексте является естественной, ну, которая непонятна по какой-то причине вашим студентам. Да, она может быть либо банальной, вот банальная метафора – это плохо, да, либо, наоборот, она может быть такой тонкой, что для ваших студентов непонятно. Либо вы просто живете немножко в параллельных мирах, и то, что для вас естественно, то для студентов неестественно. И вот тут такой замечательный пример из внутренней жизни компании «Меркатор». Занимает вот здесь две ссылки. Директор компании Андрей Скворцов объясняет методическую опасность метафор. Вот, он приводит пример из Шрека. Вот здесь как раз первая ссылка ведет на запись этого ролика, а вторая – на то, на что он ссылается, то есть кусочек из Шрека, где это все происходит. А суть примерно такая. Этот кусочек из Шрека, Шрек пытается объяснить ослу про себя, про великанов, о том, что великаны сложны, да. Он показывает Шреку луковицу и говорит, мы, великаны, как луковицы, а у осла совсем другие ассоциации, да. Он говорит, что, воняете, как луковица? Тот говорит, да нет. Он говорит, что, на солнце становитесь коричневыми и сухими? Он говорит, да нет, мы многослойные. Вот, а у осла нет такой ассоциации с многослойностью. И он так думает и потом говорит, а почему не вафельки? Вот, вафельки тоже многослойные. Мне больше нравятся вафельки. Вот пример того, как два мира не сошлись, да. Вот, Шрек хотел показать многослойным на примере луковица, а лук вызвал совсем другие ассоциации того, кому эта метафора предназначалась. Вот, значит, имейте в виду, что тот контекст, который вы используете в метафорах, он очень важен. И этот контекст должен быть понятен всем. Ну, вообще, прекрасный пример. Посмотрите, и то, и тот ролик, и другой. Во-первых, это смешно. Во-вторых, он действительно показывает, как не надо действовать в объяснении. Еще один элементик из книжки «Искусство объяснять» Лили Февра. Во-первых, сам по себе он содержит замечательный контекст, замечательную метафору. Это вот этот вот алфавит от А до З. Это вся ваша аудитория с наименьшим уровнем понимания и с наибольшим уровнем понимания. То есть совсем нулевые ваши слушатели – это А, а те, кто знает почти столько же, сколько вы – это З. Так вот, для категории людей с меньшим уровнем понимания надо обязательно объяснять зачем, перед тем, как начать объяснять как. И вот это вот зачем – это и есть некий контекст, который необходимо дать до самого объяснения. То есть вы должны этим людям объяснить, что эти знания пригодятся вам там-то и там-то. Это не обязательно физически пригодятся. Вот вы сейчас выйдете и сразу пригодятся. Но они могут пригодиться вот для дальнейшего понятия такого-то материала, такого-то и такого-то. Вот это зачем? Это есть тот контекст, ну, например, учебного ролика, с которым вы должны входить в объяснение. До собственного объяснения вы должны начинать примерно с этого. И я хотел бы показать примеры из своих курсов, в частности, из того курса, который у меня скоро начнется, как я это примерно делаю. Вот, например, у меня одна из тем посвящена облаку тегов. И пример из деятельности биржи, где показано, как работает облако тегов на бирже. Здесь буквами показаны различные компании. Цветом показано зеленое, это значит растет. Красное, значит, падает акции компании. И размером шрифта показано, как сильно растет или сильно падает, или не очень сильно. А вот, обращаю ваше внимание, что тут сразу, буквально за один взгляд, видна ситуация на бирже. И брокер сразу может понять, так, вот моих акций тут нету, они примерно сохраняются. Либо, о, там такая-то акция, надо срочно ее продавать. Решение может быть принято через секунду или там через 2 секунды. Вот. И вот вам пример, для чего это надо, для чего нужно облако тегов. Когда вы работаете с аудиторией, которая еще не является вашей, очень важно ей показать, что дать какие-то основные тезисы в течение, впрыснуть в течение нескольких секунд. Если она эти тезисы воспримет, то дальше с ней уже можно дальше работать, да. Вот для чего, собственно, облако тегов и существует. И вот пример, хотя никто из моих, скорее всего, из моих слушателей не будет работать брокером на бирже, но вот пример того, как это работает. Следующий пример, это про систему подачи информации, которая называется ось времени. Да, и тут я привожу цитату из Генри Киссинджера, который говорит, ну, это для американских школ, он для нас точно так же действует, да. В школах уже больше не преподают историю как последовательность событий, с ней обращается как с набором тем без контекста. Опять слово «контекст» приводится здесь, да, но в данном случае не о нем речь. Так вот, ось времени – это то, что дает нам временной контекст. Мы можем понимать все то же, что мы объясняем, наложить дополнительный контекст, и ваше объяснение начинает обладать гораздо большим объемом, гораздо большей убедительностью, да. Одно дело знать отдельно, что там Пушкин родился тогда-то, Гоголь тогда-то, Толстой тогда-то, а там Платонов тогда-то. А другое дело – одновременно это знать на оси времени и понимать, вообще Пушкин с Платоновым мог разговаривать или не мог, а с Гоголем. Одновременно они примерно были или нет? Вот такой вот пример введения в контекст. Ну и третий – это про путешествия по карте. И тут обычно я вот такую вот текстовую фразу. Это цитата из маршала Маклюина «Понимание медиа» о том, как концепция карты была воспринята вождем одного из племен в Африке, который послал своего сына учиться в Европу. Сын вернулся с картой, картой того региона, в котором правил этот вождь, показал ему, и вождь посмотрел на эту карту и сказал, что это все вранье. То есть это, ну он понял, что там изображено, но сказал, что это все вранье. Я зачитаю только последнюю часть. Теперь я понимаю, хотя тогда еще не понимал, что мой беззаботный и легкомысленный охват прослеживаемых на карте ошеломляющих расстояний «Принизил значимость тех путешествий, которые он мерил усталостью ног. Красноречивостью своей карты я стер величие его тяжелых и изнурительных переходов». Да, ну вот здесь опять мы говорим о контексте, о том, что контекст вождя был совсем иной, чем контекст его сына. Сын обобщил и показал эту карту, как просто это, показать эту карту и карандашом пройтись по этой реке. А вождь-то он понимал, что на этой реке вот здесь недружественное племя, а вот здесь вот крокодила, а здесь легко можно перейти и так далее. То есть вычеркнув контекст, сын глубоко оскорбил своего отца, для которого этот контекст был очень важен. Ну и такие несколько практических таких советов по иллюстративному контексту. Иллюстративный контекст, конечно, является одним из самых важных контекстов и одним из наиболее простых контекстов, которые мы можем использовать. И тут поиск по картинкам нам очень сильно помогает, важно понимать, как это пользоваться. К сожалению, большинство преподавателей, с которыми я общался, недостаточно хорошо владеют этим простейшим аппаратом. Поэтому буквально в течение двух минут я постараюсь вам рассказать. Во-первых, всегда пользуйтесь не просто поиском, а поиском по картинкам. Во-вторых, всегда подбирайте правильную фразу для поиска с тем, чтобы сразу задать ту словесную метафору, которая потом превратится в метафору визуальную. Дальше настраивайте параметры, переходите в расширенный поиск и набирайте там те параметры, которые вам нужны. В частности, если вы хотите искать качественные картинки, установите размер картинок, например, более двух мегапикселей, и сразу понимаете, в вашей верстке это будет горизонтальный прямоугольник или вертикальный прямоугольник, или квадратная картинка. Вот это сразу сузит поиск и поможет вам искать те картинки, которые нужны. Ну и, наконец, практически последний мой слайд – это шрифтовой контекст. Шрифтовой контекст и вообще контекст типографики – это очень важно. Через форму текста автор передает важное сообщение читателю, и от этого сообщения зависит восприятие учебного материала. Не используйте, пожалуйста, плохие шрифты, плохую типографику, плохую верстку, потому что при всех остальных положительных моментах в вашем объяснении вы можете просто заставить студента через 5 минут покинуть ваш, не знаю, ролик, презентацию или что-то еще. Ну вот здесь такой пример, что сверху дешевый ценник кофе, кофе 30 рублей, потому что оно и стоит 30 рублей, что шрифт неправильно подобран, он жирный и наклонный одновременно, что в типографике практически является запретом. Ну и сравните с нижним ценником, где кофе тоненьким шрифтом, вместо слова «руб» применено специальный значок рубля, все аккуратненько и красиво, эстетически привлекательно сделано, поэтому этот кофе стоит 300 рублей. Да, вот так же и ваша работа. Ну, за некоторым исключением, потому что шрифты все-таки должны быть не такими, ценник – это особый разговор, да, а вот основной шрифт должен быть не таким, чтобы он привлекал внимание и создавал эстетическое впечатление, а таким, чтобы его как будто бы и не было. То есть человек читает шрифт, и он вообще не задумывается о том, какой шрифт применен, потому что он правильно подобран. А вот если он неправильно подобран, он будет думать над тем, а что же этим шрифтом хотел сказать преподаватель. Иногда это важно, но очень-очень редко. Ну вот да, она заметнее, но она заметнее по 30 рублей. Вот. Там, где за 300 рублей, там нет необходимости говорить, делать заметным. Это – раз вы в это кафе вошли, значит, вы уже заметили. Вот. Ну и последнее. Да видно, видно цену. Нормально тут. Все с ценой тут нормально. Вот. Ну и последнее. Собственно, моя тема завершена. Я хотел бы представить вам свой курс, который пройдет совместно с компанией «Ракурс». Начнется 15 февраля, будет длиться до 24 марта. Будет содержать 12 тем вебинаров, 96 академических часов. Большой такой достаточно курс. Сейчас я почитаю, что здесь Игорь написал. А пока хотел бы вам дать ссылку на свой курс. Я ее, к сожалению, почему-то не подготовил заранее. Курс проводится уже, если не изменяет память, седьмой или восьмой раз. Но от того первого курса уже почти ничего не осталось, потому что тема такая, которая требует постоянного изменения. Вот. Почитайте. Мой любимый курс, самый большой мой курс и вызывающий наибольший интерес, как правило. Зимний курс. Я три курса, как правило, веду в год. Осенью по учебному видео, зимой по профессиональному учебному контенту и весной-летом по визуализации инфографики. Вот. Ну и последнее. Вот можете также посмотреть на странице. Так, а тут второй приведен или нет? Нет, пока не приведена вторая ссылка. Ну, собственно, вас эта ссылка переведет все равно на страницу компании «Ракурс», и там уже можете курс заказать. Да, у меня все. Я сейчас готов почитать, что здесь мне написали. К чести взялся за огромную тему. Новые ребята, тема настолько актуальна, что в ней нужно обращаться только на знаниях искусствоведения, тогда как можно сделать... Ну, я хотел... Я ведь заранее извинился, да, сказал, что тема эклектична, поэтому с ней... Вот связалась у вас эта голове в единственное некоторое или нет, я не знаю. Но я думаю, что если даже какие-то зародились отдельные зерна, то я буду считать свою задачу частично выполненной. По той причине, что, ну, хотя бы если вы об этом задумаетесь, то это уже здорово. Вот потому что вопрос о важности неважного вроде бы, да, мало кем поднимается. Ну, я мог бы тут процитировать одного товарища, да, если помните. Если это мелочь, то это та мелочь, которая имеет решающее значение. Вот относитесь, пожалуйста, к контексту, как к мелочи, которая имеет решающее значение. А сейчас я традиционно возвращаюсь к роли ведущего Директ Академии и должен вам вот эту фразу в чате привести. О том, что сертификаты об участии в этом вебинаре будут сформированы и готовы примерно через 3 минуты после его окончания. И приобрести можно вот здесь. Ну, как всегда, вы просто приходите туда, набираете свой e-mail или фамилию, имя, отчество, находите себя, список всех вебинаров, которые посетили. Выбираете сегодняшний вебинар, тыкаете, кнопка оплатить, оплачиваете, и кнопка превращается в кнопку скачать. Вот и все. Коллеги, да, я сейчас посмотрю еще во вкладке вопросы, не вижу вопросов. Значит, все. Так, спасибо за реплики, в том числе за реплику Игоря, которая для меня очень важна была. Его некоторая неудовлетворенность мне очень понятна, потому что, наверное, на эту тему можно было бы говорить больше и более сконцентрировано, но это очень сложно, да, потому что очень тема такая, не поддающаяся концентрации немножко. Вот, друзья, ну что ж, на этом мы наш вебинар сегодняшний завершаем. Надеюсь, что он хотя бы в какой-то части был для вас полезен. Приходите на другие вебинары Директ Академии, будет интересно. Приходите на мои вебинары, ну и в конце концов приходите на мой курс, о котором я вот здесь говорил. Будет очень полезно, я думаю, многим из вас. Вот. Ну и у меня на этом все. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.